Визит во Владимирскую область Сергей Нарышкин начал с рабочей встречи с исполняющим обязанности губернатора Александром Авдеевым. В ходе беседы говорили о насущных вопросах, в частности о судьбе государственного архива Владимирской области. Я как председатель российского исторического общества и все такое широкое историческое сообщество, конечно, беспокоит судьба государственного архива Владимирской области. Знаю по докладам коллег, что условия хранения документов более скромные, скажем так, хотя на самом деле фонды архива, они просто не имеют цены. О том, в каких условиях хранятся уникальные документы, Сергей Нарышкин убедился лично. Осмотрев архив, председатель российского исторического общества переговорил с сотрудниками и пообещал найти способ исправить ситуацию. Есть планы, есть такой пока эскизный проект, есть подготовленная документация, ну как всегда вопрос финансирования, поэтому договорились с Александром Александровичем вместе, совместными усилиями. Попытаться реализовать этот очень важный и для Владимирской области Д, и для истории России большой, замечательный проект. Благодарю Сергея Евгеньевича за участие в процессе подбора решения, как мы можем сохранить и объекты культурного наследия, и объекты наследия в виде документов исторических, архивных, и решить проблему строительства нового архивного здания. Надеюсь, что в ближайшие месяцы, несколько лет мы эту проблему решим, это тоже будет вкладом в сохранение нашей истории. Также Сергей Нарышкин напомнил о грядущем тысячелетнем юбилее Суздаля. Круглую дату будут отмечать в 2024 году, поэтому уже сейчас есть хороший повод для того, чтобы развернуть широкую работу по историческому просвещению. Там же во Владимире прошла церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Спиранского. Он впервые осуществил в России то, что до сих пор, по-моему, не удается никому. Он систематизировал все законодательство, все без исключения, систематизировал, кодифицировал, издал полный свод законов Российской империи. Действительно, в российской истории не так много людей, которые внесли вот такой потрясающий вклад в наше законодательство. Я думаю, что вполне справедливо, что именем этого человека называется главная юридическая награда, которая вручается. Всероссийская правовая премия имени Михаила Спиранского была учреждена в 2011 году в память о выдающемся государственном деятеле 19 века, уроженце Владимирской губернии. Премия является признанием особых заслуг лауреатов в развитии российского законодательства. В этом году премию вручили председателю российского исторического общества Сергею Нарышкину и руководителю федерального архивного агентства Андрею Артизову. Будучи видным государственным деятелем и выдающимся правоведом, Спиранский глубоко интересовался и изучал отечественную историю и умел извлекать из нее уроки. И вообще сам титанический труд по кодификацию законов Российской империи вполне справедливо назвать историческим. После церемонии делегация Рио осмотрела выставку, посвященную торгово-экономическим и культурным контактам с Северо-Восточной Руси, а также старопечатные книги и древние рукописи из коллекции музея. Северо-Восточная Русь вывозила механ и возила восточное серебро. Вот в этой витрине лежат монеты, молотоварские монеты, которые чеканились в Талифате. Параллельно с визитом во Владимир по всей России и в 42 странах мира прошла международная акция «Диктант Победы». Председатель российского исторического общества дал старт этой ежегодной акции во Владимирском кампусе президентской академии. По мере того, как в целом ряде стран Запада агрессивно наращивается пропаганда неонацистских идей, в Арвовске сносятся памятники советским воинам-освободителям, звучат призывы к чисткам по национальному признаку. Участие в «Диктанте Победы» приобретает черты подлинно гражданской акции, становится актом деятельного несогласия с крайне опасными проявлениями исторического беспамятства. Комплекс мероприятий на Владимирской земле завершился посещением Спасо-Ефимевского монастыря в Суздале. Там Сергей Нарышкин принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к могиле князя Дмитрия Пожарского. В далеком 1612 году, возглавив Второе народное ополчение, князь помог освободить Москву от польско-литовских оккупантов. Позже он был похоронен в родовой усыпальнице в стенах Спасо-Ефимевского монастыря. Служба информации Фонда «История Отечества».